Зелёная защита мира по заветам учителей Шамбалы, но она его раскроет в таком необычном ракурсе. Пожалуйста. Все мы знаем, что леса на нашей планете сейчас находятся в критическом состоянии. Дело в том, что если посмотреть вообще на распределение энергетики в Дерактане, то получается такая ситуация. Получается такая ситуация, что Солнце светит нам, Земля по эллипсу движется, приближаясь и отдаляясь от Солнца. И получается, что когда у нас наступает весна и когда у нас лето, мы получаем колоссальное количество энергии от Солнца, которое позволяет нам пробудить всю природу, вырастить растения, питание себе. И когда наступает осень, то мы уже начинаем платить. Мы собрали урожай, и здесь у нас идёт похолодание. Зимой у нас минимальное освещение, минимальное тепло. Так вот, когда Солнце весной и летом обогревает Землю на этой части орбиты, получается, что Солнце даёт нам свою энергию, которая позволяет пробудить всё живое. А вот дальше, то есть оно нам здесь дарит. А вот дальше у нас наступает пора, когда мы должны вот этот долг вернуть, то, что нам дало Солнце. И тогда что начинается? Вот осенью начинается выплата наших долгов. Каким образом? Во-первых, растения уже стали плодоносными, зёрна готовы, и тогда высыхают стебли. В это же время начинают уходить листва деревьев. Это тоже дань наша за ту энергию, которую получила Земля. А среди людей начинаются осенью заболевания, как правило. Мы болеем, у нас насморки, то все, пятое, десятое. Но пока у нас были леса, пока у нас была хорошая природная отдача, то есть это дань Земли, Солнцу, мы были живы и здоровы, предположим, в течение 11 лет. Но каждый раз мы недодавали свой долг. И получалось, что за 11 лет накапливался какой-то энергетический долг. И тогда начинались платы уже не природными ресурсами, а человеческими. Начинались пандемии, эпидемии, и гибли люди. В настоящее время уже люди научились сопротивляться заболеваниям. Разные прививки помогают выживать. Но долг-то остается каждый раз. И вот теперь, когда мы вырубаем леса, когда мы уничтожаем то, что замещало энергетические отдачи вместо человека, у нас наступает просто трагедия. У нас вырубаются леса. А что такое вырубаются леса? Они являются нашим защитным щитом. Почему? Потому что леса в первую очередь сохраняют пространство земли от высыхания. Как только вырубились леса, земля обнажилась, солнце продолжает свою работу, перегревает это все, поднимаются пыльные бури, поднимается масса перемещения каких-то частиц, и это вызывает таяние ледников. Значит, у нас уменьшается количество влаги. И самое страшное, что после этого начинается, у нас начинает бурно реагировать на солнце океаны. И вот большое количество испаряющейся влаги из земли, из океанов приводит к той ситуации, что в какой-то мере где-то начинают собираться огромные ливневые дожди, и появляются наводнения, и это приводит, естественно, к катастрофам. Поэтому в первую очередь, конечно, мы должны беречь леса и стараться их сохранять. И второе, что здесь получается. Все, наверное, знают, что перед землетрясением всегда возникает у людей, ну, по животным мы видим это однозначно, страх и паника. Это возникают перед землетрясением 7-герцовые частоты, которые вот так влияют. Ну, там крысы, животные чувствуют это быстрее, люди чувствуют это позже. И начинаются землетрясения. Чтобы не было землетрясений, опять же, нас могут выручить леса. Каким образом? Леса гасят низкочастотные вибрации до 7-ми герц это однозначно, и тогда не наступает землетрясение. То есть лес, это защита, профилактическую защиту мы должны сами выстраивать. Конечно, то количество лесов, которое вырублено, восстановить очень трудно. Но наши предки очень хорошо знали симметричность посадки деревьев и определенный угол, под которым надо эти деревья высаживать. Тогда получаются зоны, которые гармонизируют пространство. Собственно, это то, что нам очень нужно. Что такое гармонизирует пространство? Вот, например, там, где рощи, ну, это как пример. Была электростанция, которая, ну, гидростанция, которая все время имела какие-то аварии, ежедневные аварии. И когда была посажена роща, эти аварии прекратились вообще. Рощи, люди, которые очень тяжело больны, тоже пример. Это люди с рассеянным склерозом. Они практически ведь не лечатся. И у них состояние такое, что двигаться они сами не могут. Так вот, в зонах, где есть священные рощи, там люди начинают ходить, двигаться и даже иногда бегать. И вот эти священные пространства, которые создаются вокруг этих рощ, оно помогает людям находить какие-то мирные решения. То есть идет гармонизация человеческих отношений. А как результат это и хорошее настроение, и хорошие результаты во всех областях жизни. Поэтому лес у нас представляет собой очень важный, так сказать, профилактический аспект выживания просто на планете. Еще что хотелось бы здесь отметить. Есть такое... Было раньше, сейчас очень мало осталось таких мест, где есть так называемые священные рощи. Они выстроены в соответствии с геометрией, с симметрией, с определенными углами. И думают люди так, что вот если сажать эти рощи, то это надо очень много лет, там 10-20 лет. К нашему счастью и к нашей великой радости достаточно на огороде у себя сделать клумбу в соответствии вот с такими законами посадки растений. И уже будет создана зона гармонизации. Пусть маленькая, пусть для вас. А если сделают это еще и соседи, то тогда получится большая зона. Чтобы не быть голословной, я скажу, что есть такой автор Шемшук Владимир Алексеевич. Может быть, кто-то читал, знает его книги. У него есть замечательная книга «Священные рощи». Ну, предложить в рамках Конгресса заняться посадкой деревьев это весьма проблематично. Но вот по тем рекомендациям, которые дает Владимир Алексеевич, я думаю, все мы можем у себя на огороде сделать маленькие клумбы, которые будут гармонизировать. А уже на другом уровне мы будем пытаться эти рощи высаживать в размерах государства. У нас уже сейчас Алтай к этому подключен. Подключаются Уральские области. Но самое интересное, у нас в Подмосковье, в Уральской области есть женщина, она фитотерапевт. И она взяла в аренду 70 гектар земли. Ну, ей травы нужны. И она начала сажать у себя вот на этой территории священные рощи. Правда, им годик только, они в прошлом году посадили. Но очень приятно. Так что я желаю вам всем это иметь в виду. Обзаведитесь книжечкой Шамшука. И в добрый путь давайте гармонизировать, давайте любить нашу планету. И давайте сохраним и воду на планете, и кислород на планете, и леса, которые нам помогают жить. И будем жить дружно и счастливо. Это, скажем так, один доклад. Второй доклад я хотела бы вам предложить такой. Я занимаюсь целительством. И поэтому, если вы не возражаете... Может быть, есть вопросы по первой части? А, ну, пожалуйста. Пожалуйста. Ну, вот это, во-первых, священные рощи и закон посадки, значит, Иреца и Кузы. Вы о законе посадки нам ничего не сказали. Но она отослала книжки. Я отослала вас книжки. Нет, я отослать. Мы уже сюда не книжки. Ну, вообще... Хорошо. Пожалуйста, книжку Шемшука в интернете возьмите. Дело в том, что все это согласовано с нашими древними богами, с определенным расположением, то есть формой клумбы или этой священной рощи, определенные направления посадки деревьев и определенные углы между вот этими лепесточками. Если вы хотите, вот у меня на столе лежит книжечка, посмотрите. Это очень серьезный труд, это очень серьезное дело. Здесь нужны и архитекторы, здесь нужны дизайнеры, и ландшафтные дизайнеры. В качестве интриги такой своеобразной, когда я говорил о ночной богине Вавилона, то есть первой жене Адама, как некоторые считают, и одно из имен ее Ашера. Она была женой Вала, считалась и так далее. Бог его Ашера так называли. Это была такая сенсация, когда нашли упоминание об этом божестве женского рода. Так вот, одно из видимых проявлений Ашера являются священные рощи. Так что я боюсь, что ландшафтные дизайнеры нам не помогут. Либо мы идем и начинаем серьезно изучать древних, либо это будет профанация. Но я просто обращаю внимание, что надо очень аккуратно к этому относиться. Пожалуйста, все, вопросов нет. Вторую часть доклада, пожалуйста. Так, вторая часть доклада у меня такая, что уже здесь шла речь о связи с прошлым и с будущим. И каждый из нас живет на этой земле, как бы задавая себе вопрос, а зачем я пришел на землю и что я здесь должен сделать? Ну, поскольку мы все знаем, что мы сюда приходим на землю по нашему желанию и по разрешению Всевышнего. Поэтому, когда мы сюда идем, мы идем с разными целями. Мы идем для исправления каких-то своих ошибок. Мы идем для того, чтобы сотворить что-то новое здесь. Мы идем для разрушения, мести. То есть в жизни мы встречаем разных людей. И объединяются эти люди семьями, рабочими коллективами или еще что-то. Но среди нас еще очень много внедрено инопланетян. То есть это сущности инопланетного происхождения, но которые внедрились уже в человеческое тело. Они среди нас. Мы их просто не можем отличить. Мы можем отличить только тех, которые неудачно воплотились в теле. Это вот те, кто имеет паукообразное тельце маленькое, еще какие-то такие вот дефекты явные. Когда человеческий организм, который выстраивается матерью и отцом, не может совместиться вот с этим внедрением. Поэтому, так сказать, мы должны быть очень внимательными и очень аккуратными. Что еще, какие еще могут быть здесь воплощения? Очень часто бывает, что из прошлых жизней, в которых мы где-то были очень несправедливы и много плохого сделали, за нами приходят те, кто ищет нас по всем воплощениям. И находят, и пытаются, ну, скажем так, уничтожить. Вот один из таких примеров я могу рассказать. К нам пришла женщина с дикими головными болями. Она никак не могла избавиться, ни врачи, никто ей не мог помочь. Когда мы посмотрели, оказалось, что в прошлой жизни она жила в Польше и была мужчиной и большим великим ученым. Тогда она не раскрыла свои секреты, она не подарила знания никому. Так в эту жизнь, где она воплотилась как женщина, пришли те, кто искал эти знания, и они стали работать с ее мозгом, разбирать ее мозг. И вот только после того, как эти сущности были отправлены в прошлое, женщина стала чувствовать себя нормально. К сожалению, таких вариантов очень много бывает, когда, скажем, традиционная, так называемая традиционная медицина не в состоянии исправить какие-то эти ситуации. Что еще грозит человеку и что он может ощущать, вот будучи в человеческом теле? Это различные встраивания и подключения. Подключения бывают технократического плана, бывают постчеловеческого плана, но и могут быть разного вида. Вот, например, есть такие подключения, как клоны, киборги и монстры. Это сущности технократического плана, которые привносят в человека несвойственные человеку поступки, потому что это программы, которые встраиваются в человека для того, чтобы выполнять чьи-то поручения, чьи-то задания. Клоны – это как бы человекоподобные сущности, но они вживаются в тело, и их может быть один, а может быть много, и тех, и других. И вот только с помощью физических, так сказать, процессов можно их удалять. Подключения бывают еще человеческого плана, какого? Вот есть мир наш, и есть мир иной. И вот когда человек умирает, он практически что теряет? Он теряет тело. А суть его, сущность, которая в нем, она остается и бесхозной, и она остается без питания. И вот тогда начинается попытка присоединиться к кому-то из людей. К сожалению, вот в своих практических таких занятиях мы сталкиваемся только с теми вариантами, когда эти сущности приносят зло. Если приносят добро, то к нам не обращаются. А когда приносят зло, то есть это как одержание. Когда сущность подключается к человеку, обычно это бывает в полнолунии, и происходит это таким образом. Так, и происходит это таким образом. Вот вы спите, выходит ваша суть наверх. А здесь какая-то гуляющая сущность в полнолуние встраивается сюда, и когда вы возвращаетесь, то у вас здесь уже кто-то присоединился. И вы уже, вы и вот эта сущность. Бывает подключение не только человеческие, бывает подключение любимых собак, которых вы похоронили, кошек, или просто каких-то увидели по телевидению невероятных животных, ну, в общем-то, типа крокодилов, там, или еще что-то неприятное вам. Но ваша мысль, сожаление вызывает их к вам. И они тоже к вам подключаются. После чего обычно говорят, ну, надо же, был человек как человек. стал прям, там, как собака, как зверь, там, еще что-то такое. Вот это, к сожалению, не диагностируется приборами, а в психологии и в психотерапии озвучивается как включение, встраивание. Причем сущности, которые... Очень часто бывает так, что это происходит по родственным линиям. Вот, предположим, умирает мама, папа, там, бабушка, прабабушка, и вдруг внучка или дочка, или там кто-то из детей начинает почти в точности копировать ушедшего родственника. То есть начинает говорить точно так же, начинает высказывать мысли какие-то. И получается, что собственная душа и душа другого человека могут ужиться, а могут не ужиться. И тогда начинается неадекватное восприятие окружающей среды. То есть это, с одной стороны, ладно, там можно как-то разобраться, но самое ужасное, что эти сущности привносят физические изменения в энергетические структуры человека. И получается, что человек начинает болеть теми болезнями, которыми он никогда не болел, которыми болели родственники. Все приходят, ну вот, не знаю, что случилось, вдруг у меня там начала болеть печень. Кто у вас, у кого болела печень? Выясняется. И вот эти сущности очень много, так сказать, привносят таких вещей, которые медики квалифицируют как наследственность. Не всегда наследственность бывает. Так, ну еще здесь энергетические воздействия на человека. Это проклятие, порчи, нейролингвистическое программирование. Ну это, вы знаете, проклятие может быть много веков назад и тянуться на всех наследников вот этого рода. Это тоже энергетические вопросы, их тоже надо снимать, и снимать их надо покаянием. Есть такая Сержанова Раиса Ивановна, она написала покаяние на основе книг Елены Ивановны Рерих. Очень грамотно. Там практически поднимается сто вопросов в вашей жизни, начиная от жизни в космосе и много миллионов лет назад, когда вы управляли звездолетом и участвовали в звездных войнах, и до настоящего времени. Гипноз – очень тяжелое воздействие. Гипноз, те, кто подвергаются гипнозу, страдают от того, что у них в мозгу рвутся функциональные связи. И восстановить никакими лекарствами это нельзя. Функциональные связи может только восстановить человек, потому что он может ощущать места обрыва и воссоединять их. психушки наши заполнены не только больными, а просто людьми, которых надо освободить от этих подключений. Там могут быть и вполне разумные люди, особенно, если они умницы. И еще, что хочу сказать, у нас очень много людей среди нас есть таких, которые в прошлых воплощениях получили очень много знаний. Они прожили на многих планетах, они прожили во многих мирах. И в этой жизни они к нам приходят как яснознающие, яснослышащие, ясновидящие. Но у вас тоже в вашем коллективе такие люди есть, с чем я вас и поздравляю. И посмотрите каждый на себя. Может быть, вам приходят иногда такие неожиданные решения, которых вы не знали. Значит, это воспоминания о вашем великолепном прошлом. И радуйте нас своими знаниями и умениями. Спасибо. Да, конечно, пожалуйста. Пять минут на вопрос. Может быть, вы себя тоже считаете в такой личности и знаете в своих возможностях и в том, что я-то знаю своих. Ну, замечательно. Нет, ну, мне тоже показывали, я ничего не могу сказать. но сущности подсоединяются в каждом воплощении, а у каждого воплощения было свое. Я, например, как мне показали, была жрицей в Египте. Ну, поэтому я в Египет не езжу. Меня там убили. Это намек. Два конгресса назад, один экстрасенс у нас показывал, как трехзвездочный коньяк делать самую высококачественную. И он мыслью, вот все 40 человек подтвердили, что органолептические свойства, запах и качество улучшилось. Чек. Слабо? Коньячок нам поднять. Сейчас бегаем. Нет, это так, шутка. Ну, понятно. Нет, я больше специализируюсь на работе с мозгом, потому что мозг у нас имеет определенное строение и определенную энергетику. Ну, вот работа, значит, по восстановлению энергетических возможностей мозга и восстановление кровообращения, вот такие вот вещи. Ну, в частности, после инсульта восстанавливаем. Хорошо. Так что,